здравствуйте меня зовут ирина шайдова и сегодня я вам покажу несколько посылок которые пришли ко мне с сайта алиэкспресс товарами для рукоделия я создаю украшения и у меня на канале очень много обзоров подобных если вы зайдете в плейлист материалы для рукоделия вы увидите эти обзоры ну а сегодня это несколько магазинов но в каждом по чуть-чуть начну наверное с первой покупки это вот такой планшет с помощью которого можно делать браслеты здесь уже есть заданные размеры и примеряя к этим размерам можно сразу изготавливать браслеты очень удобно что хочу сказать по поводу этой покупки этот планшет был очень плохо запакован и он мне пришел вот такой вот треснувший сейчас я вам покажу был запакован всего лишь вот в такую небольшую вспененную вспененный материал не знаю как правильно он называется и не мудрено что он треснул для сравнения хочу вам вытащила показать я до этого заказывала планшет на котором я делаю бусы и вы его не раз видели и видите как он мне пришел то есть это было давно я его купила и он пришел вот такой вот пупырки в очень большом пакете и он нигде не деформировался очень аккуратно все было кстати его до сих пор храню в этой пупырки это точно это очень удобно вот видите ну не знаю мне помещается на меня в кадр потому что очень большое это все и если честно говоря я не помню где я заказывала вот этот планшет для браслетов в этом магазине или нет но я знаете что если это разные магазины я вам оставлю все таки ссылку вот на этот потому что там тоже были такие планшеты для браслетов и мне кажется лучше все таки брать у проверенного продавца хотя никогда ты не застрахован что может что-то пойти не так но тем не менее вот в этом магазине я тогда заказывала тоже у меня есть обзор на эту посылку и какие-то манекены по моему в этом магазине все пришло просто отлично упакованная вот я вам оставлю ссылку чтобы сейчас вы не запутались и на планшет с браслетами вот на этот что я купила мало ли кто-то захочет рискнуть ведь он вот здесь вот сломался и вот здесь в остальных местах он целый конечно я его буду использовать его постараюсь немного реанимировать подклеить вот но как то вот не очень удобно так и вот этот мне даже кажется что он потолще вот этот вот сам планшет знаете как мы выбираем по цене вроде как на картинке одинаковые одинаковые да не одинаковые вот и напишу еще ссылку на планшет для bus и в скобочках поставлю хорошо упакован потому что еще раз повторю очень хорошая упаковка в этом магазине так с планшетом наверное все вот самые большие покупки самые громоздкие скажем так я убираю и остались у меня вот здесь вот это разные магазины сейчас я как-то много ничего не заказываю так глобально там чуть-чуть там чуть-чуть поэтому сейчас покажу что пришло так наверное будет удобнее да так и так очень нужная покупка вы мне скажете что это колба нет это не колба это двойные иглы двойные иглы здесь по 5 штук 5 длинные и 5 короткие очень удобное приспособление когда меня спрашивают как я делаю бусы и жемчуга в которых очень маленькие отверстия и трудно туда что-то про тащить в эту бусину кроме тонкого ювелирного тросика а я делаю жемчужные бусы не на тросике а на нити чтобы они были такими пластичными и мягкими вот я эту нить протаскиваю с помощью вот такой двойной иглы это очень удобно конечно есть еще какие-то и другие применения у этих игл но лично я использую для таких целей и я походила по сайту алиэкспресс и вот это было самое выгодное предложение потому что здесь получилось что 10 игл и они вы такие вот разные но и плюс еще сама колба очень качественная в которой очень хорошо и удобно хранить мне кажется очень красиво ссылки как всегда под видео двойные иглы напишу следующая покупка это были вот такие шатоны перламутровые 7 миллиметров здесь 100 штук и в серебряной цапе они я уже не раз заказывала эти шатоны они очень быстро расходятся красиво смотрятся вышивки несмотря на то что это пластик но они действительно очень качественные во первых сколько бы я не заказывала ни одной бракованной у меня не было ни одного бракованного шатона они устойчивы к истиранию в общем шатоны очень хорошие крепятся они видите вот так вот крест-накрест пришиваются и эта бусинка она как бы лежит на вышивке если вы зайдете ко мне в инстаграм вы увидите что многие мои броши многих моих броши их использованы эти шатоны довольно этой покупки и плюс это совсем недорогая позиция что особенно приятно принципе в сегодняшнем обзоре у меня дорогих позиций не будет вот в этом магазине там можно посмотреть и кристаллики мелкие тоже выгодно покупать я как-то вам показывала там они идут по 100 по 200 штук в упаковке смотря какого размера они так и еще в этом же магазине купила вот такую в общем-то для себя не совсем обычную посылку покупку сделала это перья хотя я уже использовала в своих брошах перышки разные так и что здесь написано здесь написано что в упаковке 12 штук этих перышек и размер от 4 сантиметров до 7 то есть есть и помельче и есть покрупнее вот качество вот такое вот меня в принципе устраивает очень красиво и аккуратно и запаковано хорошо ничего не помялось и также если вы работаете там есть в принципе разные тоже перышки вот видите есть какие-то большие есть какие-то маленькие но по качеству мне все нравятся ровно 12 штук в упаковке надо будет какой-нибудь птичку сделать с этими перышками или рыбку несмотря на то что это перышки очень красиво когда их вот так много да они рядом смотрятся надо будет подумать какую брошь сделать следующая покупка это вот такие единственные бусинки у меня были бусины эти деревянные очень легкие выбирала я их просто искала подешевле что подзывы были хорошие не помню сколько штук напишу наверно когда буду в описании выставлять ссылки сколько их без штук по качеству они мне очень понравились я как-то я сейчас делаю усиленно бусы мне очень нравится это занятие и в одних из своих ук в одном из своих украшений я сделала бусы и применяла там деревянные вот эти бусинки фрагментарно и мне очень понравилось как они смотрятся в украшения вот такие бусины на вид они где-то я думаю миллиметров 8 но я думаю что в том магазине есть разные размеры бусин просто мне нужно было 8 миллиметровые они не идеально ровные но мне кажется в этом даже есть какой-то шарм этих бусин так про отверстие что хочу сказать про отверстие потому что часто в деревянных бусинах бывает такое широкое отверстие скорее для шнура я же выбирала чтобы отверстие было маленькое мне надо на ювелирный тросик или на мэмори проволоку отверстие в этих бусинах небольшое такое и бусина вот эти деревянные я выбирала темно-коричневая они есть и светло-коричневые и есть цветные бусины то есть если вам нужны деревянные бусины то вы можете выбрать той расцветки которая необходима вам вот эти посылки все пришли быстро в общем то так бусинки деревянные на этом все что у меня там еще моих закромах осталось остались гематитовые бусины и я еще заказала шапочки вот такие так гематитовые бусины тоже сейчас часто проставляю между бусинами гематит нравится мне вот этот цвет черный потому что сейчас еще есть и фурнитура такая черная и я заказала поменьше диски и покрупнее диски использовать именно как проставочные их это вот такие нити достаточно большие они качество хорошие в этом магазине я уже заказывала тоже мне пришел хороший товар и гематитовые такие бусины они есть разных разных форм и заказала вот такие шапочки сейчас мы наденем на какую-нибудь бусинку и посмотрим они одинаковые совершенно они совершенно одинаковые разница только что одни под бронзу вторые под золото золото очень приятного цвета мне очень нравится я кстати часто сочетаю бронзовую фурнитуру с золотой мне нравится в украшениях когда так миксуешь это не бросается в глаза но в то же время бронзу делает так поярче а золото немножко усмиряет вот такие шапочки качество очень хорошая все прорисовано все отлично сейчас попробую одеть на пин потому что как отверстие небольшое не маленькая ли но как бы визуально видно что по качеству мне кажется претензий тут вообще никаких нет давайте наверно золотую я беру бусину лавы 10 миллиметрового и вот так смотрится эта бусинка одетая в шапочке мне кажется что очень хорошо вот они такие не очень резные что иногда мешает ажурность какая-то лишняя фурнитуре а иногда помогает поэтому конечно должны быть и одни и другие но мне кажется что вот эти шапочки прям как нельзя лучше подходят и выбирала я их именно ориентируясь на то что здесь большое количество они такие тяжеленькие отличные очень довольна очень шапочки вот эти супер но и как-то они мне по фотографии тоже сразу понравились недаром я их купила и что я люблю в таких хороших пакетах из плотного целлофана люблю когда в таких пакетах приходит товар так это был еще один магазин и остались у меня тут что давайте колба 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 покупаю всегда часто показывала вам уже не раз меня спрашивают сколько грамм бисера входят в эти колбы входят 15 грамм и в этом же магазине я покупала и другие размеры колб в которые поменьше возможно есть и побольше сейчас я покажу здесь вытащила бисер свой так вот в эти входят 15 грамм а вот выйти входит 10 грамм тоже покупала наверное в этом же магазине я все время их до заказываю это не стекло это пластик но пластик хорошего качества кстати кто-то меня еще тоже спрашивал пахнет ли товар ко мне только пришла единожды покупка были шнуры силиконовые по моему которая имела запах ни одной покупки больше у меня нету которая бы имела какой-то посторонний запах поэтому вот это тоже предвзятное предвзятое мнение что что-то пойдет не так вот и хочу показать как они упакованы видите простую без всякого уплотнения но мне еще ни разу не приходили чтобы были разбитые колбы несмотря на то что их особо не заморачиваются упаковывать позиции идет по 10 колб таких я оставлю ссылку только вот на эти но если вы походите там по магазину то вы найдете колбы разных размеров которые нужны вам мне допустим вот я делику храню у меня как правило больше 10 грамм не бывает мне удобнее ее хранить в таких поменьше колбочках есть вообще маленькие колбочки для маленьких каких-то бусинок следующая покупка я покупала вот такие вот очень красивые коннекторы вот эти покрупнее их было четыре штуки в позиции вот эти помельче они их было пять штук в позиции по качеству мне понравились и одни и другие они сделаны безупречно очень красиво и еще я покупала вот такие разделители их 10 штук качество безупречное сейчас покажу вам поближе вот так мне кажется видно да видите все 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 здесь очень хорошо прорисовано этот коннектор немножко вогнутый вот эта обратная сторона видите он внутрь вогнут что такое объем ему придает очень красивый не плоский коннектор и вот этот тоже вогнут немного не совсем такие обычные коннекторы да не часто они встречаются на сайте алиэкспресс и когда приходит такой хороший товар который тоже был хорошо очень запакован такие красивые пакеты сразу хочется вернуться в этот магазин и еще посмотреть что же там еще есть потому что вот я очень довольна что хочу сказать по цвету что вот эти это под серебро до фурнитура но вот эти светлые они светлее вот эти как будто бы состаренное такое серебро не знаю какой цвет мне нравится больше потому что когда вы так немножко темнеет серебро иногда даже это и лучше смотрится в украшении вот но тем не менее вот это посветлее коннектора вот эти потемней и еще я купила разделители вот такие здесь на 15 отсеков сделаны они есть у меня задумка по поводу них как я ее реализую я сразу вам покажу вот то же самое качество но просто никаких нареканий нет они идеальны и замечательный магазин прям сейчас выставлю ссылки и пойду еще посмотрю что же там есть вот смотрите я сейчас рассмотрела что они не совсем симметричные смотрите вот с этой стороны по три отверстия видите в этой витой линии вот этой по 2 вот здесь вот нету вот этого отверстия имейте в виду но и в середине еще есть всего получилось раз два три 4 5 шесть шесть нитей можно сделать но можно и 5 симметрично да вот это можно наверное для вклеивания чего-то каких-то мелких кабошончиков сделать а можно оставить так я допустим не люблю вклеивать вот мне кажется что и без вклеивания они очень хорошо смотрятся и вот эти здесь на 7 нити да раз два три 4 5 6 7 на 7 нитей то есть вот так вот если бусы мы делаем вот это допустим 1 да вот это вот одна а сюда вот можно сделать семирядные бусы пяти рядные трехрядные неважно смотря как вы расположите свои вот эти нити я брала именно для бус но принципе такой размер средний да он конечно не маленький она крупная застежка такая но она и подойдет для крупных сережек но я брала именно для бус и вот эти и вот эти так все переходим кристалликом я взяла шатоны мне казалось что я вроде как покупала одного цвета в итоге вышли в одной цветовой гамме но одни потемнее посветлее в общем не знаю может я ошиблась может быть они так и есть так по 200 штук их по моему должно быть сейчас откроем посмотрим в серебряных цапах в этом магазине покупаю всегда потому что цена-качество мне очень нравится сейчас высыплю чтобы понятно было что они все-таки немножко разные и вот такие кристаллики мне пришли как видите одни темнее вторые светлее но так как они в одной цветовой гамме их также можно сочетать вместе так что хочу сказать что вот в этих 200 конечно вы вы будет выбраковка я думаю ну 5-10 штук то есть не критичная но выбраковка будет мой опыт показывает я уже не раз заказывала такие шатоны надо каждый раз немножечко все-таки проверяется по какие-то не надо поджимать и какие-то надо и чуть-чуть поджать но вот эта цена она конечно очень подкупает и качество самих кристалликов мне тоже очень нравится если надо много такое количество мне кажется но для меня это лучший выбор я остановилась на этом магазине и не изменяю ему потому что меня все устраивает я делаю украшения на заказ и многие заказчики любят вот этот цвет и заказывают украшения чтобы был вот такой цветом присутствовал и мой совет если вы занимаетесь также есть кстати миксы можно 200 штук взять микса и там будут разные расцветки так и если вы делаете украшения конечно очень удобно взять один цвет в разных размерах чтобы был допустим и два и три четыре и пять и шесть и восемь и десять и двенадцать на общем все размеры но такой возможности у меня лично нет поэтому постепенно вот так вот я набираю материал чтобы было у меня хороший выбор который не стесняет меня когда я начинаю делать украшения что-то придумывать и любую мою фантазию можно воплотить жизнь потому что есть материал вот такие покупки у меня были все ссылки я оставлю под видео желаю вам приятного творчества хороших покупок а на сегодня я прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго